В этом фокусе я не буду использовать целую колоду, я буду использовать лишь несколько карт, а именно 4 туза. Туз Буби, Туз Крести, Туз Пик и Туз Черви. Ровно 4 карты. Остальные мы даже не будем карты использовать, чтобы вы были уверены в этом. Я даже колоду отложу в сторонку. И у нас есть 1, 2, 3, 4 туза. Если я щелкну, здесь станется ровно 3 карты. След на 1 туз пропал, в руке у меня ничего нет и под ковриком находится туз черви. Следите внимательно, чтобы я никак не прятал карты в руках и не закидывал их под коврик. То есть смотрите, 1, 2, 3, 4 туза. Щелчок, осталось ровно 3, в руке ничего нет. Здесь находится уже туз Крести. Давайте попробуем еще раз. 1, 2, 3, 4 туза. Щелчок. Осталось ровно 3. В руке ничего нет. И у нас здесь находится 4 туз. И все можно отдать на проверку. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Ян. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами разберем очень классный эффектный фокус с картами. Я надеюсь, он вам понравился. Вы могли видеть его демонстрацию в начале. Если он вам понравился, поставьте лайк на это видео, если вы хотите больше подобных фокусов. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, если видите меня впервые. И в этом фокусе используется всего лишь одна техника. Поэтому выучить его будет очень-очень легко. И вы сможете его повторить. И будете показывать его всегда и везде. Потому что эффект реально бешеный. И фокус взрывает мозги зрителям. Ну и давайте перейдем, разумеется, к обучению. Для этого фокуса вам понадобится ровно 4 туза и колода кар. Мы делаем следующую подготовку. Это можно показывать как с карманом, так и с ковриком. Я сейчас буду объяснять, как делать с ковриком. Я думаю, с карманом разберетесь, соответственно. Мы берем туза черви. Вот так переворачиваем и кладем либо под коврик, либо в карман. Это вся подготовка по сути. Далее мы берем колоду. И тузов мы убираем в нижнюю часть. Но в разные места. Вот так. То есть видно, да, что они находятся в нижней части колоды. Все, мы готовы показывать фокус. Мы переворачиваем колоду карт. И делаем следующее. Говорим, что я буду использовать не всю колоду, а лишь 4 туза. И мы демонстративно вытаскиваем каждую из тузов. И называем его вслух. Туз крести. Туз пики. Туз буби. И дальше у нас идет туз черви, которого нет в колоде. Но так как вы в открытую вытаскивали трех тузов, и так как вы их называли, то у зрителя не будет никаких вопросов, если вы поднимите чуть-чуть колоду на себя и скажете туз черви, вытащите любую другую карту, но зритель этого не увидит. Эта идея на самом деле просто гениальна, потому что по сути, что видит зритель, вы реально вытаскиваете то, что называете, и в конце он не придал значения тому, что вы повернули колоду и сразу вытащили. И вы просто откладываете 3 туза и 1 левую карту. После этого вы берете колоду в руки, и вам нужно эту левую карту скинуть. Она вам не нужна. То есть ее не должно быть в этой пачке. Как мы это делаем? Мы, когда поднимаем все это дело, мы меняем порядок. Говорят, что это 4 карты, то есть чтобы зритель не спрашивал, зачем вы пересчитываете. Вы говорите, смотри, 1, 2, 3, 4 туза. И далее идет следующая техника. Вы просто вот так вот их подравниваете, но у вас уже остается 3 карты, и девятка перепрыгивает сюда. Как это сделать? Вы держите карту вот так, мини-веером таким. Вы подкладываете их вот так, чтобы нижняя карта сравнялась с картой, которая вверху колоды. И нажимаете на нее большим пальцем, а все остальные подравниваете. Это должно в скорости выглядеть примерно так. Все. У вас осталось ровно 3 карты, и вот это вы убираете в сторону. Теперь вам нужно сделать эмс-эккаунт. Если вы вдруг не умеете его делать, в подсказке будет подробнейшее обучение от меня. А сейчас я быстренько, вкратце объясню, как он делается. Итак, что мы делаем? Мы слистываем одну карту, возвращаем ее назад, и слистываем сразу же следующую. То есть здесь у нас эта карта будет пролистываться 2 раза. Давайте я переверну, чтобы было понятно. Вот так, раз, два, три и четыре. То есть у нас получается одна карта пролистывается 2 раза. Это создает иллюзию, что у нас в руке 4 карты. Опять же, 4 туза. То есть смотрите. Раз, два, три, четыре. И обязательно надо считать в этот момент, чтобы зритель еще больше убедился в этой иллюзии. Раз, два, три, четыре. На самом деле здесь всего 3 карты. После этого вы щелкаете. То есть вы показали якобы 4 карты. Щелкаете, говорит, смотри, осталось ровно 3. И лучше всего не вот так показывать, а сделать еще одно такое пролистывание, только уже без эмстиканта. То есть по обычному. Раз, два, три. И все. После этого вы складываете все это дело. И показываете пустую руку. Это обязательно. Не важно, куда вы идете. В карман или под коврик. Вы показываете, что в руке ничего нет. Поднимаете и забираете. Либо вытаскиваете из кармана. Показываете вот так, что это туз черви, к примеру. И в этот же момент, пока вы это делаете, пока вы переворачиваете эту карту, ваша задача мизинцем отогнуть нижнюю карту вот так. То есть сделать, грубо говоря, брейк на двух верхних тузах. Вот так. То есть смотрите, выглядит это вот так. Оп. Все. У меня уже стоит брейк. И далее идет супер гениальное движение, до которого я додумался сам. Именно вот это движение я придумал сам в этом трюке. А так это, в принципе, вариация трюка Бебела. Очень классное движение. И очень-очень оправданное. И никто его никогда не палит. Вы якобы показываете зрителю пример, что вы никаким образом не будете подкидывать карты в карман или под коврик. Как вы это делаете? Вы только что перевернули эту карту. Вы сравниваете ее с колодой и говорите, смотри, чтобы я никак эти карты туда не закидывал. И вы закидываете в этом же примере, когда вы говорите, что смотри, чтобы я не закидывал, вы в этот момент и закидываете левые карты в карман или под коврик. То есть, смотрите, перевернули, сравняли с колодой и подняли все три карты вот в такой вот хват. Большой, средний, указательный, придерживая. То есть, здесь три карты. Вот так. После этого вы делаете абсолютно то же самое. То есть, руки у вас абсолютно так же, как когда вы доставали карту. Вот так. И вы говорите, смотри, чтобы я не закидывал вот так карты туда, и чтобы я не прятал карты в руках и так далее. И в этот момент зритель думает, что вы просто примером, визуально показываете стузом черви. Но здесь у вас вообще три карты. И в этот момент вы оставляете там две карты, соответственно, и назад уходит только туз черви. Но зритель-то и думает, что он там был один. И вы кладете его на колоду. И вам теперь нужно будет сделать чуть-чуть другую вариацию мстиккаунта. И при этом у вас уже там две карты, и здесь две карты. Итак, как выглядит эта вариация? Вам нужно сделать следующее. Вы слистываете карту, возвращаете назад, слистываете карту, возвращаете назад, слистываете, кладете. То есть, вам нужно показать четыре карты из двух. Я переверну одну, чтобы было понятно. Вот так. И считайте вслух, чтобы не запутаться и случайно пять не отсчитать. Или наоборот, не досчитать одну. То есть, раз, два, три, четыре. Отлично. Вы сделали это движение. Вот так. После этого вы щелкаете и делаете мстиккаунт на три карты из двух. То есть, слистываете раз, возвращаете, слистываете, все. То есть, по сути, раз, два, три. Хотя у вас здесь две карты. То есть, вы сначала показываете четыре, щелкаете, туз якобы пропадает. Показали три. Показываете, что в руке ничего нет. И идете за одной картой. То есть, вытаскиваете только одну. Показываете, что это туз крести. Кладете сверху. Теперь вам нужно сделать стандартный мстиккаунт. То есть, вы слистываете раз, возвращаете назад. Слистываете, слистываете. То есть, из трех карт сделать четыре. Опять же, посмотрите подробное обучение на мстиккаунт. Раз, два, три, четыре. Щелкаете. И здесь вы делаете обычное пролистывание. И показываете, что осталось всего три карты. И можно их сразу вот так перевернуть. И после этого показываете, что в руках ничего нет. И достаете еще одного туза. И все. На этом моменте можно все отдать на проверку. Зритель будет думать, что у вас там тузов 10. И что вы используете какие-то дополнительные карты. Но вы абсолютно чисты. Все абсолютно отдается на проверку. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. И, конечно же, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Так как фокусы на этом канале выходят каждый день. Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть видео первыми. Можете также посмотреть два предыдущих видео. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok